Как-то вся моя жизнь была связана с книгами с детства. Я собирал книги, очень любил читать. Потом, когда учился, тоже очень много читал. Очень много книжек меня раздражало, потому что они были изданы ужасно, некрасиво. Наверное, из этого желание сделать какую-то хорошую книжку, я и сам начал издавать книжки. Линейка наших авторов, если так можно сказать, это мои друзья, которые мне интересны, которым я интересен. Мы много говорим, и из этих разговоров и отношений появляются эти книги. И плюс мы сами читаем и отслеживаем, что важно, интересно нам самим, может быть, интересно читателю. И это работа постоянная. В начале этого года на нас был наложен этот неподъемный штраф. Сумма совершенно фантастическая для нас. Мы были не готовы, что нас так будут жестко преследовать, и все-таки этот штраф у нас будет. Хотя были основания для опасений, потому что нас лишили лицензии, и были такие подвижки, все-таки запрещатить нас, как книга продавцов на территории этой страны. Но в этой ситуации, когда случился штраф, единственным выходом было либо прекращение этой деятельности, что было не очень удобно нам, и второй вариант – это было обращение к широкой общественности за помощью. И мы были совершенно не готовы к тому, что откликнется такое большое количество людей, такое большое количество стран и организаций, которые буквально за два месяца собрали необходимые средства для того, чтобы мы погасили этот штраф. И есть какая-то достаточно четкая уверенность в нашем будущем. Поэтому мы можем точно рассчитывать на помощь этих людей, несмотря на все усилия нас закрыть, перестановить нашу деятельность, либо что-то еще с нами сделать. Все, что связано с книгой, изданием, чтением, распространением, перевоз через гарницу – это такой как бы маркер свободы. То есть очень четко прослеживается последнее событие в Беларуси. Какое-то репрессивное отношение государства, людей, которые не читают книжки. У меня такое ощущение – книжки. И людей, которые хотят быть свободной, они стали внимательнее книжки, стали больше читать, как-то более трепетно к этому относиться. Куда бы мы ни ездили, никому нет никакого дела до книжки. То есть книжка – это как бы является объектом культуры, к которому относятся к уважению. В отличие от нашей таможни, которая всегда очень внимательно относится ко всем книжкам, которые у вас есть в сумке, внимательно их просматривает, читает. И основной вопрос, когда я у них спрашиваю, зачем вы это делаете, они всегда ищут книжку, которая нанесет непоправимую ущерб в государство. И я задался вопросом, какая же эта книжка может быть, чтобы это все разрушило. И я бы сам с удовольствием такую книжку прочитал и издал бы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...